Привет, меня зовут Бучик, а это технологическая РПГшная сборочка на проекте Кубикс Ворлд. Все полезные ссылочки есть в описании. Энергии у нас, кстати, 1 миллион, а вот места у нас нету. Поэтому предлагаю нам сделать МЕ-систему. Ладно, 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 кто её будет сейчас сделать? У нас даже ресурсов, наверное, столько нету, поэтому просто зайдём в магазин и выберем здесь Applied Energetics. Механизмы. Нам понадобится хотя бы для начала один МЕ-контроллер, также МЕ-накопитель, терминал крафтов, ну а всё остальное мы сделаем сами. Ставим флаксовую точку, выбираем здесь нашу сеть. Теперь же сверху на эту точку мы с вами можем поставить контроллер, и он, по идее, сейчас должен засиять. О, да, энергия в него попала, всё отлично. Ставим МЕ-накопитель, и, по идее, теперь наша сеть работает. Единственная проблема, которая сейчас есть, то, что у нас нет дисков и нет терминала. Сейчас у меня есть небольшая просьба для вас, чтобы вы набрали на этом ролике целую тысячу лайков. Это даст мне невероятно большую мотивацию для того, чтобы я выпускал ролики чаще, больше и интереснее. Ну а значит, что вы будете чаще смотреть эти ролики и кейфовать с них. Я надеюсь на взаимопонимание. Но для того, чтобы сделать самые простые МЕ-стеклянные кабеля, нам панс изменчивый кристалл. Он делается с помощью заряженного кристалла истинного кварца, Незер-кварца и Редстоуна, если мы это всё кинем в воду. Теперь же из Незер-кварца создаём пыль кварца Нижнего Мира, и с помощью стекла и этого кварца создаём кварцевое оптическое волокно. Теперь же, как нам говорили ранее, с помощью этого оптического волокна и изменчивых кристаллов мы с вами можем сделать стеклянный кабель. Так как всё же мы немного ленивы, поэтому я предлагаю снова воспользоваться магазином. Выбираем Applied и купить здесь МЕ-сдавливатель за 48 кубиксов. Присоединяем эту штуковину к электричеству и, по идее, теперь здесь мы можем с вами создавать наши схемы. Сосунув немного песка в дробитель из эндрайо, мы с вами можем получить кремний, который понадобится нам для крафтов, процессоров и заплайда. Ну а теперь с помощью МЕ-сдавливателя схем мы с вами можем создать первый наш логический процессор. Закидываем сюда редстоун, золото и кремний. Создадим несколько ядер формирования, также немножко ядер истребления. Теперь же мы с вами можем наконец-то сделать МЕ-интерфейс. С помощью липкого и простого поршня и МЕ-интерфейса мы с вами можем сделать МЕ-шину хранения. Сейчас нам с вами нужно сделать кое-что очень интересное. Для этого нам понадобится спуститься вниз вот сюда вот и получается прокопать туннель в ту сторону. Докопались до сюда и вот в этом месте у нас получается с вами находится контроллер ящика. Скидаем сюда МЕ-интерфейс и спускаем кабель вниз. И теперь наша задача протянуть его к нашей МЕ-сети. И все аналогично делаем еще и с той штуковиной. Также к этому контроллеру ящика ставим шину хранения и также проводами это все протягиваем к нашей МЕ-сети. И теперь если мы точно заглянем в нашу МЕ-систему, то увидим, что здесь есть абсолютно все ресурсы, которые у нас находятся вот в тех дроверах и в тех дроверах. Да и при этом наш МЕ-накопитель вообще находится без дисков и мы можем также пользоваться нашей МЕ-системой. Немного поизучав квесты, я понял, для того чтобы открыть Индастриал Крафт, нам понадобится с вами изучить Форестри до определенного момента, а точнее до фермы резины. Но для того, чтобы сделать эту самую ферму резины, нам с вами нужно изучить Форестри. Но тут возникла небольшая проблема. Выполняя самые первые задания в Форестри, тут нужно было сделать плотник, электроламповый завод, паяльник и обычную усложненную печатную плату. Я дошел до квеста, который называется Блок Ферм, открывая его, и здесь нам говорят, что мы должны с вами сделать абсолютно все блоки, которые нужны для фермы. И тут я такой понял, значит и сейчас меня точно уже скоро пропустят к Индастриал Крафту. Но здесь возникли большие проблемы, потому что для того, чтобы сделать самый простой блок фермы, нам с вами понадобится Таум Крафт, а точнее Мистический Верстак. Но так как Таум Крафт я не изучал, да и в принципе вообще его никогда не трогал, для меня это просто какая-то бездна. Тогда получается нам нужно вернуться в начало всех начал и сделать забытое старое, а точнее сдать все кристаллы, которые мы не сдали еще, но у меня это выполнено тоже. И тогда получается, что ветка с Том Крафтом у нас открывается. Для начала же нам говорят сделать какую-то странную розовую пыль. Но по факту для того выполнения квеста нам понадобится сделать всего лишь простую кровать. Сделали нашу белую кроватку, воткнем ее куда-нибудь наверное вот сюда, ляжем поспим, и у нас появилось новое достижение. Спи моя радостью сни. Как встать? Я не могу проснуться, блин, что за проблемы? Ни шифт, ни эскейп не помогают, что за дела? Вы просыпаетесь после странного сна и быстро записываете все в книгу, пока воспоминания о нем не угасли в вашей памяти. Заходим обратно в квесты, задача продвижения полчаса спи моя радостью сни завершена. Обнаружить. Следующей нашей задачей будет сделать два салисмундуса, книжную полку и один верстак. Но для того, чтобы сделать сам салисмундус, нам понадобится для начала сделать несколько мисок. Дальше нам с вами понадобится редстоун, кремний и три любых кристалла, которые у нас есть. Таким образом мы с вами можем получить один салисмундус. Дальше нам говорят, что нам нужно сделать ауманомикон, но также еще и мистический верстак. Пожалуй, вот эту комнату мы сделаем под различные вещи из Томкрафта. Что ж, поставим здесь наш верстак, тыкнем по нему салисмундусом. И наш обычный верстак превратился в магический. Оууу, еее. То же самое нам нужно сделать в книжной полке для того, чтобы мы с вами получили тауманомикон. Открыв эту зловещую магическую книжку, мы видим это, много всего непонятного. Например, здесь есть первые какие-то шаги. Вообще, вначале нам говорят просто сделать мистический верстак. Так как мы это уже сделали, нажимаем кнопочку завершить. Дальше нам говорят, что мы очень плохо учимся в школе и пора изучать мир самому. Поэтому нам нужно с вами сделать какую-то странную вещь, которая нам позволит изучать весь мир. Как ни странно, то она крафтится вот в этом мистическом верстаке. Для этого нам понадобится выложить 4 золота вот таким вот образом. Ну а посередине воткнуть стеклянную панель. Таким образом мы с вами можем получить таумометр. Ну а дальше, если мы возьмем его в руки, то у нас с него появилась какая-то шкала. А также мы можем, по идее, изучать каким-то образом предметы. Все, которые находятся вокруг нас. А также с помощью этого зеркальца мы можем изучать предметы, которые находятся в нашем двери. Если мы просто возьмем ее в руку и будем наводить на каждый предмет. Изучил я абсолютно все блоки и предметы, которые находились вокруг меня. Но больше всего меня пугает эта шкала, которая находится в левом верхнем углу. Что это значит? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Наблюдение основы есть. Таумометр мы тоже сделали. Значит, мы можем завершить это все. Как много буковок. Эта книжка нам рассказала, что в нашем мире есть так называемая энергия вис. Она есть абсолютно в каждом предмете, либо каком-либо существе. Ну а также есть второй вид этой энергии. Когда мы ее можем с вами ощутить. Допустим, потрогать в руках, либо налить в какую-то банку. Это уже получается эссенция. Но если мы дальше будем следовать квестам, то нам говорят, что нам нужно сделать какой-то столик страданий. Обычный деревянный стол и письменные принадлежности. Для крафта письменных принадлежностей нам понадобится перо, которого у нас точно с вами нет. Поэтому опять же нажимаем кнопочку F4. Варпы. Мейшоп. Телепортироваться. Крутимся вокруг и находим здесь разное. Телепортируемся сюда. И вот на этом стенде находится материя. С помощью которой мы с вами можем создать много чего. Для того, чтобы ее купить, нам понадобится тыкнуть под таблички. Итого получается, за один кубикс мы можем купить целых 7 материи. Давайте возьмем на все, что нам хватит. Но с помощью этой материи вот таким вот образом мы с вами можем сделать немного перьев. С помощью бутылька чернильных мешочков и одного пера мы с вами получаем письменные принадлежности. Но для того, чтобы сделать деревянный стол, нам понадобится немного дерева. Поставим этот деревянный стол сюда и ткнем письменными принадлежностями по нему. Тогда мы с вами сделаем стол страданий. В этом столе мы с вами сможем создавать собственные теории. Так что завершаем. Зайдя в этот самый стол страданий, мы с вами можем нажать только кнопочку создать теорию. Также здесь есть какие-то лампочки, это так понимаю то самое вдохновение, которое нам говорили в этой книге. И еще магический верстак. Ладно, нажимаем создать теорию, нажимаем на этот вопросик и нам дается что-то интересное. Проводимость. Вы пытаетесь изучить поведение виз в различных металлах, что позволяет вам глубже понять родоту наконечников. Получено 25 очков автоматургии. Экспериментирование. Вы проводите ряд случайных экспериментов, чтобы узнать сможете ли вы что-нибудь обнаружить. Вы получаете от 10 до 20 очков прогресса в совершенно случайной категории. Если мы с вами выберем проводимость, то у нас заберется один кусочек олова, которого у нас кстати нету, поэтому давайте выберем экспериментирование. У нас есть 22% полимансий и 5% основы. Выбираем следующую часть и здесь получается снова экспериментирование, потому что изучение небес. Здесь потребует какие-то заметки о небесах, которые мы с вами не смогли получить. Да и тем более они будут у нас изыматься. Если я правильно понял, вот этот воскресательный знак говорит нам о том, что эти предметы будут у нас забираться. Выбираем экспериментирование, идем дальше. Ну и давайте здесь наверное тоже выберем вдохновение. Завершаем теорию и у нас никакая теория не получилась. Также здесь есть какой-то квест с названием Полимансий. Открою для себя новый аддон, который невозможно начать. Или как говорят автор не может, админ поможет. Командная награда у нас будет получение исследования Полимансий. Завершаем. Как много исследований мы с вами получили. Дальше по квестам нам говорят сделать вот такой вот окомленный железом деревянный жезл. Для этого нам нужно будет из железных самородков сделать два железных наконечника. Ну а также еще взять палку. Нажимаем обнаружить. И по идее нас забирают это все. И также нам дают окомленный железом деревянный жезл. А также 12 яиц призыва чешуйниц. Забираем себе награду. И это у нас есть. Но для того, чтобы зарядить этот жезл энергией вис, нам понадобится поубивать некоторых мобов. Вообще мне кажется, что так много изучения может довести меня до самой смерти. Поэтому я думаю, что на этом стоит все-таки заканчивать. С вами как всегда был Бутчик. А также технологическая RPG-шная сборочка на проекте Cubics World. Все полезные ссылочки есть в описании. До новых встреч. Не забывайте про тысячу лайков.